Нет, Жень, эти на ней вес не тянут. Да, это точно. О, царь-женщина, смотри. А это тебе изменит прямо в ЗАГСе, с фотографом. А вот эта вот спортсменочка, буду с ней поутрам аэробикой заниматься. Жень, лучше женись на этих двух сразу. Да пошёл ты, циник. О, вот то, что надо. Подойдёшь, поздороваешься, а дальше молчи. Вася, стой. Ну-ка, держи кепочку. Так, нормально? Хорошо. Ага, пошёл. Здрасте, девочки. Привет. Привет. Нам издалека показалось, что вы ничего. А вблизи смотрим, а вы действительно ничего. На, хватись. Ну и что теперь? Ты знаешь, я бы на ней женился. Да. А я бы за тебя тоже пошла. А я бы за тебя. Я бы за тебя. Я бы за тебя. А я бы за тебя. Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать в Казахстан! Добро пожаловать в Казахстан! Добро пожаловать в Казахстан! Ко мне! Ноги! Стой! Куда? Отруй! За мной! Стой! Это мой подъезд! Добро пожаловать в Казахстан! Добро пожаловать в Казахстан! Противно! И правильно сделать! Поговори у меня! Пошли. Все, можно идти. Тебе же нужно идти. Если хочешь, конечно. Давай я тебя лучше поцелую. А давай я тебе лучше свое имя скажу. Таня. Женя. Таня. 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 Евгений Александрович, является ли ваше желание вступить в брак добровольным? Да! Татьяна Николаевна, является ли ваше желание вступить в брак добровольным? Ань! Таня, Таня, Таня. Ой, мамочки! Не беспокойся, Танечка. Скорую помощь я уже вызвал. Где расписываться? Вот здесь и здесь. Танечка, надо собраться. Таня, Таня. Теперь ты, лопух. Ну, порядок. Мамочки! Дорогие Танечка и Женя. Это Таня. Быстренько, ребята. Давайте, давайте. Ой, я боюсь. Ничего, Нечего, не ты первая. Вперед, давайте, давайте. Осторожней, осторожней, осторожней. Осторожней, осторожней. Осторожней, Танюша, здесь. Ой, коль я боюсь. Ну, тебе-то чего бояться? Ты ведь только на четвертом месяце. Извините, пожалуйста. Вы не посмотрите. Уборь про дела. Старик. Извини. Я вам сказала, ждите. Ты куда? Ась! Здрасте. Это вторая палата, да? Мамаша, Таню позови, а? Какую еще Таню? Я тебе сейчас дам Таню. А ну, иди отсюда. Господи. А вам не кажется, молодой человек, что вы должны были явиться сюда несколько раньше? Или сообщить, что вы вернулись из армии? А я сюрприз хотел. Он вам вполне удался. Да нет, Полина Ивановна, я же муж Танин. Зять, Полина Ивановна, зять. Зять. Вообще-то вы больше на бомжа похожи. Мам. А, это я упал. Знаете, Евгений. Женя. Евгений. Давайте сразу объяснимся, что без иллюзий. Вы меня не устраиваете ни как мой зять, ни как Танин муж. Ну, раз все так случилось, располагайтесь. Попробуем пожить вместе. Вы ведь у нас собираетесь жить. Ну, мне в Москве негде пока. Ну, это пока негде, а вообще у меня есть замечательный план. Давайте ребенка. План. Осторожно. Видимо, тоже сюрприз. Да нет, Полина Ивановна, план действительно замечательный. Понял. Ну что, обмоем появление нового человека, а? С обмываниями попрошу воздержаться. Мама долго на фабрике работала. А потом она работала в обкоме профсоюзов. А ее оттуда поперли, потому что она очень правильная. Правильных никто не любит. Но она неплохая. Она просто очень правильная. Она музыку любит, грибы любит собирать. Я, Тань, сюда скоро приходить бояться буду. Комнату будем снимать? Комната не выход. Да? А что выход? Нет. Есть одна дорожка. Тань, я скоро уеду на полгодика. А скоро это когда? Скоро это... Недельки через две. Рано еще, мне нельзя. Помнишь, я тебе про песцов рассказывал? Ну что, песцы такие животные. Вот ты еще сказал, что я брехун. Про брехуна помню, а про песцов нет. Вот я в газете прочел, что один мужик на них за два года 500 тысяч заработал. Нельзя же мне еще. Ты на полгода или на два собираешься? Да я не за песцами сейчас. Капитал надо заработать начальный, чтобы как-то раскрутиться, понимаешь? А у Васьки брат артель собирает. Золото мыть. С песцами через два года на 500 тысяч это же вечное блаженство. Это ты себе блаженство строить хочешь. А мне крутись тут полгода. Ты что кричишь? Ты ребенка разбудишь. Ты разбудить боишься? Молодец. А то, что ты его полгода не увидишь, ничего тебе? А ты прежде, чем голоситься, думалась бы хоть на секундочку. А что мне думать? Ты подумал уже за себя и за меня. Выйди ко мне. Я не знаю, из-за чего вы скандалите и знать этого не хочу. Но ты должна уяснить себе на всю жизнь, что на мужчину кричать нельзя. А ему можно? Я же говорила, я не хочу вникать в ваши отношения. Ты свободна. Сволочь какая, все молоко выпил. Теневая экономика в наших условиях – это ведь хоть какая-то экономика. Теневики производят договоры, осуществляют их циркуляцию, заполняют потребительские бреши. Монахова. Монахова, ты сдаешь экзамены на стенографистку, а не на клоуна. Бреши. Где государство? Дура не боевики, а теневики, дура не боевики, а теневики. Ты давно призналась. Пошли, потанцуем. А у вас что за столом, женский клуб? Просто сдали последние экзамены, праздновали. А, и кем теперь поводите? Секретарями-машинистками. Понятно. Ну, запишите меня на прием. Кузочка, я тебе нравлюсь? А почему ты мне должен нравиться? Ну, я высокий, красивый, прикинуть неплохо. Язык подвешен за нужное место. Все остальное тоже. А для меня самое главное достоинство мужчины и его дела. А чем ты занимаешься? Кузочка, я первый спросил. А что ты спросил? Я тебе нравлюсь. У тебя губы нежные. У тебя мужчин много было? Ну, почему? А у меня муж есть. А мы ему не скажем. Ладно, давай пофантазируем. Ты уезжаешь в холодные края. Зарабатывать деньги на квартиру для своей семьи. А твоей жене, которая первый раз после роддома выбралась в люди. Красивый, высокий, хорошо прикинутый. С хорошо подвешенным языком и другими частями тела. Ухожу из ресторана. Предлагаю трахнуться. Какие у тебя возникают чувства, а? Кузочка, ты умница. Можно я тебя поцелую? Что вы этого, мам? Ну и что? Переспать предлагал. Ох, и наглая ты, Таня. Да не переживай, я тебе тоже предложу. Отстань ты от меня. Ну вот и мама пришла. Давай. Давай, 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 есть. Привет. Вот так. Это чей ребенок? Это мой ребенок. Хорошо, что помнишь. А где твой муж? Ой, мой муж зарабатывает деньги. Это я тоже помню. Запомни и то, что уважение к своему мужу есть одновременно уважение к самой себе. Я постараюсь. Значит, не все потеряно. Сходи за газетами. За газетами? За газетами, за газетами. Ну, мне некогда было сходить. Здрасте. Здрасте. Привет. Привет. А Женька где? Там. А ты что приехал? А я вот приехал. Да что приехал-то? За тобой. За мной? Дедушка, а вот как вы думаете, если человек нашел самородок и хотел его продать, сколько ему дадут? А большой самородок-то? 112 грамм. 1500. Руководствуясь статьями 300, 305, 312, 315, 318 УПК РСФСР, суд приговорил Монахова Евгения Александровича признать виновным по статье. По статье 92, часть 3 УПК РСФСР и назначить ему наказание в виде 5 лет лишения свободы с отбыванием в исправительно-трудовой колонии общего режима. Подсудимый. Вам понятен приговор? Заседание суда объявляется закрытым. Командир, погоди. Что, жена? Да. Полторы минуты. Время пошло. Время пошло. А Димочка уже переворачиваться научился. Я думаю, может, на пересмотр подать? Адвоката из Москвы выписать, а? Я ничего в этом не понимаю. Если думаешь, так будет лучше, давай выпишем. Думаешь, думаешь. Крепись, Жень. Креплюсь, знаешь. Крепись, Жень, ну. Да что ты крепись, крепись заладила? Я говорю, Димочка переворачиваться научился. А ты разводись со мной. Что ты сказал? Что слышала? Димочка, Димочка, поплачь еще! Развестись, да? Развестись! Ты пять лет в лагере прохлаждаться будешь, а я с ребенком твоим крутись! Да что ж, а ну, мой лапой, пазла! Женя! Пусти меня! Пусти! Женечка, ты там сиди спокойно, я тебя ждать буду! А не врешь? Честное слово, Жень! Пока! Давай! Ну и чума! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Кончай работу! Московское время шесть часов. Танюша! Пойди, пожалуйста, ко мне. Я слушаю вас, Дина Григорьевна. Как дела? Не устаешь? Нормально. Тут одна работа есть. Не поможешь? Можно. Я к тебе почему обращаюсь, ты хорошо стенографируешь. А там нужно будет работать с голосом. А что за работа? Да у меня приятель один есть, журналист. Из загранки приехал, книгу пишет. А вы сами что, разучились? Само не очень ловко. Обязательно наступит момент расплаты. А мне взять неудобно, а ему не дать неудобно. Ну, понятно. Я сделаю. Спасибо. Да вам спасибо. Заработать даете. Всего доброго. До свидания. Между прочим, Дина Григорьевна, стенографирую я лучше Монаховой. А деньги она все равно в винный магазин снесет. Я бы посмотрела, как бы ты себя вела в ее ситуации. Ну, ты представляешь, я и квартиру нашла, и ребенка к соседке сплавила, а он с собакой опять не едет. Ну, ты посмотри. Чего ты прилипла к нему, мужик-то, барахло? Ну, я ему сейчас... А-а-а! Здрасте. Ну, бывает, машины похожие. Ничего страшного. Вера, пошли по домам. Слушай, у тебя с чем-то выпить, а? Я маме Димку обещала выкупать. Таня, я сейчас завою. Ой, Таня, ты знаешь, я, конечно, гадюка, но он гад. Гадючи меня в сто раз вот так. Вер, два часа сидим. Хоть бы одно новое слово. Гадюка, гадюка. Ну, гадюка, сколько можно-то? Надоела ты мне. Тань, никто меня не любит. Купи мне белую собачку. Купи мне белую собачку, папа. Купи мне белую собачку, папа. О, папа! Работает нормально, четко. Вот она. Таня, остановись на минуточку. Я сказала, Таня. Танечка, я тебя хочу познакомить с одним гражданином. Очень приятно. Ну, раз приятно, это влас. Искрен. А это Танюша Монахова. Ну, я вам заочно говорила друг о друге. Теперь вы что-нибудь скажите. Эм, я счастлив. Как оказывается, вас легко осчастливить. Таня девушка веселая, работает замечательно, так что не соскучишься. И берет за это, соответственно. Ну, только не надо пугать-то. Да я не пугаю, вы вроде не испугливых. Слушай, Дина, пойдем где-нибудь пообедаем, я приглашаю. Пойдем, да. Танечка, ну пока. До свидания. До свидания. Привет. Привет. На, просветись лучше. Ну, кто это был-то, девочка моя? А так, халтура. Динь им знакомый. Большая халтура. Книгу стенографировать и печатать. Понятно, понятно. Что тебе понятно? Ну, вы работать где будете? У него дома. Знаем мы эту халтуру. Уже проходили. В молодости мне довелось проработать полтора года на конвейере Зилла. Я сказал об этом Геру Хилтову, и он мне предложил вспомнить молодость. Я с удовольствием согласился. И полчаса прикручивал правые передние колеса на новенькие бэмбэшки. Заработок составил... Ммм... Восемь марок. Я не быстро, говорит? Нет, можете говорить в два раза быстрее. Миленькая, для того, чтобы в два раза быстрее говорить, нужно в два раза быстрее думать. Это ваши проблемы. Ага. Ммм... Между прочим, ты тут написала озаренные, а я диктовал освященные. А мы перешли на ты? Вы написали. Мы написали то, что вы произнесли. Говорить это ваш хлеб, а нам чужого не надо. Желаете удостовериться? Да, чуть попозже. Тогда можем продолжать. Ну, раз уж вы привыкли кушать свой хлеб, позвольте мне решать, когда продолжать, когда останавливаться. Алло, слушаю. Привет, сынок. Зачем же мне с трех раз угадывать? Достаточно одного, деньги будешь клянчить. Ты в паспорт взгляни. Да не на прописку, а на дату рождения. В твоем возрасте очень многие становятся самостоятельными. Ты не хами мне, пожалуйста. А то вообще ничего не получишь. Угу. На чем мы остановились? А будешь хамить, вообще ничего не получишь. Коньяк будешь? А музыка? Зачем? Ну, когда девушка соблазняет. Сначала музыку заводят. А коньяк уже потом. Это когда соблазняют. Ты что пишешь? То, что вы говорите. Дома перепишу большими буквами и на стеночку повешу. А-а-а-а. Клоун. Татьяна, что ты с собой делаешь? Фу, напугала. Устала я, мам. Пятьдесят капель и спать. А что же это ты делала, что так устала? А я деньги зарабатывала, мам. Сядь как следует. Да бог с ними, с деньгами, Таня. Всех не заработаешь. Я что, мало денег даю? Ты посмотри на себя. На кого ты похожа? Ты посмотри на себя. Посмотри на себя. А что, хорошенькая? Ух ты моя хорошая. Ты понимаешь, что ты станешь алкоголичкой? В каком смысле? В том смысле, что будешь ходить в драном плащике. И с синяком под глазом. А что? Все равно хорошенькая. А ты уверена, что понравишься такая своего мужу? Какая такая? Какая такая? Я работаю, Димка растет. На пятидневки. На пятидневку не я его отправляла. Все. У меня больше нет сил. Все. О, господи. Нет сил. Вот. Что это тебе телеграмма? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА КОНЕЦ КОНЕЦ Вообще, Танюш, жизнь здесь не фонтан. Граждане суки, зеки тоже суки. Как хочешь, так и вертись. Жилая зона, рабочая зона. Жратва, отрава. Я, Тань, чечетку бить научился. Очень сильно жизнь облегчает. Вертухаи как выпьют, сразу за мной посылают. Ну и вообще уважение. Артистом, значит, стал. Показать? 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 Показать – это мне самооценок. Показать. Работа! Ну как? Подлить ещё. Давай-давай-давай, подли. Сейчас только колбаски ищу. Да куда столько? Оставь. С собой возьмешь. С собой нельзя отымут. Кофе сварить? Кофе? Без вопросов. Кофе? Тань. Слушай, а ты мне там изменяла? Угу. Врешь. А что спрашиваешь? Так узнать. Ну и что узнал? Слушай, а в Москве резину достать можно? Какую резину? Ну, колеса для Жигули. Тут одно колесо за полторы штуки отскакивает. Тебе здесь очень хорошо, да? Че? Не, я говорю, что тут у офицеров тачек полно, а резины нет. Пошукай там в Москве. Можно неплохо наварить. Выпустите меня отсюда! Перестаньте хулигатики! Верну свидание! Ну и прерывайте! Танюша, тапочки одень, пол холодный. Иди отсюда! Куда мне идти-то отсюда? Куда мне идти-то отсюда? Куда мне идти-то отсюда? Балуешься? Я не балуюсь. Мы закончили. Еще одно последнее сказание. Летопись. Закончена моя. Так. Сколько у нас там страничек получилось? Триста восемьдесят две. Гриша! Отдай тете деньги. Спасибо, Гриша. Что это такое? Это… Манишка. Манишка. В посольство пригласили, решил блеснуть. А… Ну ладно. Спасибо за компанию. Будет нужда. Обращайтесь. Да, славно поработали. Тань! Ты уходишь? А вы что, здесь меня поселить хотите? В каком смысле? Да так. Танюш! Таня! Тань! Ну, подожди. Тань, Тань, давай с тобой простимся. Экзотически. Приглашаю в посольство Венесуэлы. Таня. 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 Не пойдете. На, не пойдете. Двадцать долларов, между прочим, стоит. Ну, извини. Тань, ты что, дура совсем, что ли? Я тут бегаю, как собака по Москве. Выклянчиваю тебе тряпки. Чего тебе не пойдет-то? Двадцать долларов. Девочка моя, синеглазая. У-у. У-у-у-у. что тебе не нравится а тебе значит вот это нравится Влас! А это кто? Власушка! Это чё? Ванюха! Какое миленькое платьице! В приюте выберем! Крам-бам-бим-бом-були, крам-бам-були! Ну, здорово, Власушка! Ну, здорово, Власушка! Ну, здорово! Ну, хорош! Никогда не думал, что встречу тебя именно здесь! Кстати, позволь представить, шикарная женщина, хотя голова босиком, Саша! Саша? Низка! Саша? Может быть, и Саша! Это я ещё сам не разобрался! Ну, а теперь ты знаком! Сам! Сам! Жена! Дочка! Сотрудница! А? А это моя стенографистка! Кстати, как в английский будет стенографистка? Дворняжка! Хорошая фамилия! Таня! Не хотите ли индейки, мадемуазель дворняжка? Таня! Куда ты? Тань, Тань! Мне в свою камеру пора! Таня! С慢慢 cream! А ты? Таня! Покажи! Покажи! Таня, ты что? Ищу Женины вещи. Куда ты ботинки его спрятала? Зачем они тебе? Ну, почистить надо, в ремонт отдать. Именно сейчас? Да, именно сейчас! Таня, ты что? Эй, красавица! Твой молоко совсем разлинулся! Здрасте! Здрасте! Что вы тут делаете? Тебя жду, Танюша. А если б я в час ночи пришла? Ждал бы до час ночи. А что случилось? Ой, случилось, Танюша, случилось. Я тебя страшно обидел. Ну, что вы. Наоборот, спасибо. Девушку в свет вывели. Ой! Молочка хочешь? Нет. Ну, не хочешь, как хочешь. Ну, если честно, я довольно часто о тебе вспоминал. Я не знаю, увидимся или не увидимся, но не хотелось бы, чтоб ты меня запомнила таким. Да ладно, запомни другим. А? Да. Ну чего, я пошла? Угу. До свидания. Да не переживайте вы. Я про вас тоже вспоминала. ПОНЕК В САМАЦИЯ в Конциденте. ЗАМАЦИЯ В САМАЦИЯ Субтитры подогнал «Симон» 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 Иди сюда «Симон» «Симон» Субтитры подогнал «Симон» 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 «Симон»